на какие темы беседуешь ваш вопрос интересный иконы какие-то сердечки да да шаманы иногда вот в качестве перерыва в роли да да в качестве перерыва в рулетка зашли якутии саммит якутии дальше моники да не они сейкутии на сама откуда сами торонто слышали торонто про танцы из канады ё-моё украине с чего вы взяли но я из харькова уехала я не украинец русский да нет но не только харькове пошли по всей украине украинцев по вашей переписи 77 8 процента по последней перепись первого года даже с киева с одессы в основном евреи выезжают вы знаете с харькова снова русские с киева в основу а с киева у вас в основном украинцы но по гражданству в канаде канадцы живут если по гражданству все я приняли все кто так я в диаспоры ваша не отношусь все взяли что она самая мощная она четвертая самая мощная китайская итальянская тоже второе место потом еще какая-то там индийская потом уже конечно да 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 но я знаю я вам точно скажу сколько ваших в украине 1 и 19 миллиона или 36 процента от населения по переписи десятого года а китайцев а китайцев где-то около пяти процентов а ваших 36 процента чё в украине ну в россии но это глупость в россии живут и три процента в 5 процента китайцы везде живут да 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 ну это стволовые клетки да а почему китаец а не монгол монголам то даже маму монголам тогда что назови а почему а почему я знаю я возмущен тем что сделали это потому что это самая высушников высушенная шваль засела и по ней строчат россияне выгоняют людей издать высушные причем бандеровская выгоняют людей из квартир у вас устраивал устраивает там огневые точки я же знаю прямую информацию из харькова как они ведут себя нагло высушили что родину я вот я про них и говорю очень плохо себя ведут выгоняют людей из квартиру строит квартирах огневые точки тоже не хорошо я же не грешу россияне хорошо но ваше плохо кто пришел в украину украинцы ну россияне пришли шушью понятно я не тем более вся вся эта высушенная швали здание одного харьковского не стоит а виша как город покосали потому что российская армия обстреливает от высушников которые засели в домах и на крышах домов что-то элементарно да конечно шай а куда стреляет просто так что лишь бы стрельнуть имя вы снимает огневые точки ну и там да и там не не надо сидеть белгород харьков белгород харьков нельзя бомбить это святая земля слабожанщина будет наоборот будет как ты говоришь будет наоборот да да будет наоборот наоборот будет то что я говорю ничего не хавы чай пью я дня я я стою я скажу платят 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 моя пенсия раз 15 больше твоей моя моя пенсия раз 15 больше твоей успокойся ну а чё что спрашивать чё что спрашиваешь знаю в канаде нет президента лошок канада это не республика в президента таком республике командует премьер-министрю до президент я сказал 333 до что глухой что француз 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 он до чего я хохол во во мне не во мне не каплю крови нет а чего веселитесь чего веселых людей ну нормально нормально ну вот сегодня высушники наступает в харьковской области это печально да нет вроде третий взяли на не знает три часа назад я слушаю ну да спасибо спасибо так что зеленский сказал зеленскому еще верить бабушка надо я сказал зеленский много чего говорит до после паниковского ну может быть окей червить вопрос у вас есть а вы каких нет я же сказал харьковская область ну я вижу да новороссийск правильно да она кстати у вас работает на фаервоксе нет или только на хроме нет у него 1 на фаервоксе почему-то не работает только на хроме и на опере можно поставить на хроме понятно просто я ищу людей у которых работает на фаервоксе и что они для этого делали потому что так что-то не воспринимает я вам ничего не подскажу ну понятно хотя в принципе можно залезть на это как в объяснение есть на ютубе ролики можно ну можно это не принципиально можно и на хроме ну а как по вашему чем закончится этот конфликт военный в итоге ну по любому любой конфликт он заканчивается переговорами ну мирным соглашением понятно в каких границах останется украина по вашему после окончания конфликта а потому что как получится насколько все затянется ну я думаю насколько будет активна российская армия что-то пока она пассивна вот сегодня мне не нравится ей действие вы понимаете дело в том что как вам правильно в этом отделе объяснить не все оружие применяется, которое это возможно в разумных пределах не высвечает полностью, которые они существуют такими темпами не будет достигнуто то что планировалось надо усиливать усиливать кто вы с Харьковской области, да? а город Харьков сколько на семей? ну смотря, ну тысяча тысяча четыреста семьи ну то есть полтора миллиона без пригородов с пригородами 2,2, с пригородами 2,2 вот 2 миллиона человек ну половину считай кто-то уехал да да миллион остался ну а как думаете вот 200 тысяч полностью вместе с союзными войсками армия реально захватить миллионы? так не нужно захватывать, нужно окружать и прекращать доступ к боепитанию вот и все ну подождите, дело в том, что вот миллион населения и чтобы окружить 200 тысяч это реально как бы так не нужно в город заходить, нужно окружать и прекратить не население же воюет с российской армией, а высушная шваль разная вот чтобы этой швали высушно не прекратили подпитывать ее боеприпасами нужно окружить, прекратить доступ я понимаю, о чем вы говорите но вопрос в том, что миллион вы просто двумя стами тысячами не окружите гораздо большие сил внутри окружения понятно когда окружение происходит судят по территории, а не по населению Харьков довольно по территории до миллионного города довольно компакт и потому что там большая плотность населения в отличие от других миллионников даже в России если сравнить с Новосибирском там или даже с Краснодаром который сейчас по-моему миллионником стал недавно да ну вот Харьков очень плотно большая плотность населения он по территории небольшой город так что тут не скажите я мимо проезжал в девяносто втором году это было крайне разно так вот я вам скажу так довольно таки большая территория объезда а ну по окружной да по окружной выехали да а вот вообще просто большая территория понятно ну я кстати говоря я уже позитивный человек да какие могут быть вопросы в принципе в вашей стране могут столько мира пожелать чтобы побыстрее все это закончилось ну так вы мне так и не ответили по вашему прогнозу по окончанию конфликта какие области останутся в Украине не хочу даже придумывать в этом отношении ну понятно потому что я хочу предсказывать потому что я не банка мне это как-то неинтересно хорошо спасибо за спасибо за беседу жду вас на канале всех благ давайте вам здоровья успехов чтоб все было хорошо и здесь на этом перекрестке вы откуда если не секрет не секрет я из Самары очень приятно меня Олег зовут на какие темы беседуете может вопросы у вас интересные есть да особых нет вопросов на разные темы само про войну да украинцам про Украину про Россию ну я беседую на иные темы но могу с вами на ваши побеседовать задавайте вопросы по вашим темам ну не давайте лучше на иные у меня нет вопросов ну на иные вы вряд ли на мои темы будете беседовать я беседую об ингибировании в гетерогенных и гомогенных средах если по науке могу по железной дороге могу по истории по футболу могу позднесоветскому да наверно все таки вы правы надо все таки вам сказать другого почему давайте на ваши темы если вы про войну беседуете я же я отказываюсь беседовать это просто не моя тема но могу побеседовать почему же не понятно нет ну я с украинцами я с украинцами я судьбу из Канады да ну да из Канады я тоже с украинцами люблю беседовать про войну иногда потроллить их ну а вас еще троллить вот давайте если вы вытягивать нужно вопросы задам я вам вопрос как вы думаете в каких границах останется Украина по окончанию военного конфликта ну если честно быть реалистом то в границах то есть Россия отступит от занятых территорий и вернется на границы ЛДНР ЛДНР пока видится мне так потому что все остальное решать политическим путем там совершенно другие проблемы ну так надо было решать тогда и вообще без военной операции это получается проигрыш России по крайней мере по крайней мере Россия должна тогда взять коридор в Крым через Харьков прямой через Харьков-Запорожье вот там то пошло вот это вот увидится но понимаете это все равно вот Украина не собирается отступать я насколько понимаю будет бороться ну там нисколько Украина зависит от поставок Запада если Запад снизит поставки так она ее ступит куда и деться ну это да но Запад не собирается я насколько понимаю ну сейчас уже усиливается тенденция на Западе ну в связи с кризисом энергетическим что нужно поменьше Украине давать чтобы поменьше с Россией ссориться по поводу поставок ну дай бог дай бог конечно вообще каковы по вашему причины всех этих конфликтов на постсоветском пространстве в том числе и с Украиной ну это вот так сказать current причина а вот хронологически изначальная причина какая по вашему ну мне кажется Путину просто не нравится свобода в Украине вот это все а вы считаете в Украине свобода есть ну она более свободная конечно она менее свободная то есть по одной компоненте чисто так сказать демонстрационная она более свободная чем Запад то есть там можно критиковать президента так как на Западе нельзя на Западе за это накажут а в Украине можно но это единственное в чем Украина свободная в критике первого лица а в основном в отношении так сказать там свободы меньше даже чем в России допустим там нельзя иметь второе гражданство в отличие от России нет нет статуса регионального языка в отличие от России но это не свобода это элементы демократии можно сказать ну еще ряд признаков кое в чем шорт демократии такой же как в России ну вот в одном они чисто в демонстрационном плане да ну и конечно конкурентность выборов еще второй компонент у них выше вот два параметра выше чем в России конкурентность выборов и значит возможность брутальной критики первого лица но это даже выше чем на западе повторяю а в остальном у них тоталитарный режим близок близок к тому запрещает оппозиционные партии запрещает оппозиционные каналы ну в России тоже ну как-то в России помягче с этим какой какие там это вот ну сейчас в России тоже там ну я имею ввиду до февраля до февраля было в России получше с оппозиционными изданиями в Украине вообще все позакрывали так что вы как-то слишком опрометчив назвали что в Украине там свобода демократия вы просто не бывали в Украине поэтому вам так видится ну хорошо вернемся к вопросу вот я высказали свое мнение я в вопросе подчеркивал хронологически изначальное изначальные причины всех не Путин не его амбиции а то что два большевистских лидера Ленин и Троцкий создали СССР с системным пороком госустройства а именно с республиканскими границами которые они намеренно проводили неадекватно разбавляя титульные этносы дабы удержать республики в сфере своего влияния допустим они отдали Украине русские территории Харьков и Донбасс Казахстан русские территории Петербурганск и Павлодар и так далее не просто так но не только потому что они были русофобами потому что вот чтобы назло нет они преследовали свои большевистские цели именно разбавить титульные этносы чтобы удержать республики в сфере своего влияния но при СССР это работало но когда в 91 году СССР развалился это сыграло злую шутку то есть стало являться причинами на всем постсоветском пространстве даже когда Россия не в силах была вмешаться ввиду экономической своей слабости на 92 год уже были войны в Грузии в Азербайджане именно из-за того что границы были союзных республик абсолютно неадекватными но наиболее вот характерные и сразу сработали Грузия и Азербайджан это ж надо вот Сталин так поиздевался по современному патролю абхазов что засунуло их в Грузинскую СССР хотя они конфессии разные там мусульмане и христиане ну это как вот яркий пример нормально у вас как откуда вы коронто а вы из Киева правильно программ да не понял я понял что Киев показывает ну ладно ваш вопрос у вас интересы есть на какие темы беседуете на темы войны ну на темы я понял что вас интересует какие-нибудь вопросы есть на темы войны или ответить может тезисы высказывает что ваше ваше отношение к войне негативное конечно к войне любой человек нормально будет относиться негативно к войне между Россией и Украиной ну я говорю негативное отношение к войне да к любой в том числе и к этой в том числе и к этой да ну вы думаете кто прав в этой войне кто прав никто не прав Украина спровоцировала Россия начала а как спровоцировала Украина злостно в невыполнении Минских соглашений отказывалась выдать ну каких по Минским соглашениям она должна была дать особый статус Луганской Донецкой области она не давала поскольку ей это ну и изжал да вот если правильно правильно по Минским соглашениям они оставались должны были оставаться территорием Украины с особым статусом а Украина я подчеркиваю по Минским соглашениям Луганской Донецкой области оставались в составе Украины с особым статусом не были в особом статусе если бы Украина им дала особый статус который прописан в Минских соглашениях тогда бы войны бы не было знаешь почему знаешь почему Украина это жмотилось им дать особый статус потому что тут же особый статус попросили Харьков и Одесса не попросили потребовали бы даже особый статус предполагает А причем Урал Кубани это что Украина как раз далее у Крыма три языка государства особый статус предполагается А сейчас еще русские и сейчас 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 три час три час три кто вы кто кто вы то я спрашивал это что это Россия мне какое дело до России я слышу из Торонто да откуда откуда по твоему если они сторон где если была у тебя элементарная логия видишь у меня светло за окном а у вас сейчас темное время суток ну ладно это ты не сообразишь ну я из Харькова ехал в Харькове родился ну неважно из Харькова из Харькова почему вы ехали в Канаду модно езжать уехал пригласили на работу а вы что не слышали что Канада это цивилизованная страна богатая в него престижно уезжать не знижай не слыхали а Украина не цивилизованная страна хотя я харьков хотя я харьков люблю больше чем торонто как город но так стать сама страна украина она очень не цивилизованная то что тоже тоже не очень но по цивилизованию немножко ну вы ж не знаете тонкости в россии по крайней мере это языки национальных меньшинств некоторые но 20 языков имеет имеет государственный государственный региональный статус допустим татарский язык и что спрашиваешь что-то хотят спросить ты одни понял ну ел иногда да да не очень я больше шашлык предпочитаю но я под запись хорошо солода а почему бросал ты почему спросил сам толстый волоке харьковская область а вы понятно на какие темы беседуете может вопросы интересные есть интересная с кем обсуждали ну что он вам интересно рассказал или вы им какие сведения до него владели по этому поводу а то есть такое кастрюка кастрюли головы до 10 ну это и давай это довольно пробег он был в маске или как или не скрывал свою потому что довольно опрометчиво с его довольно опрометчиво и с его стороны ведь неизвестно чем кончится одесса чья будет под россии или под украины пока под окончании конфликта если будет под россией то он рискует он довольно рискованно это делает я вам больше могу рассказать никто не знает чем закончилась и где это вот одесская эпопея 2 мая а я вам могу рассказать конкретно если вас интересует да дело в том что вот там из одессы в харьков возвращались пять нет четыре поезда от этих ультра знаю харьков одесса и тогда харьков был еще про харьковский можно сказать антикиевский в то время пока я ватов не подавил окончательно вот и их значит их было где-то три с половиной тысячи а их встречала на вокзале очень около девяти с половиной тысячи их противников на центральном вокзале которые противники киевского режиме про харьковский вот ладно да дурака валяне разговаривать разговаривать фонтаргинам почему же тогда в утилитарном государстве правильно утилитарное государство Великобритания утилитарная государство Германия утилитарная государство у них есть один- В соединенных штатах федерации? Федерации, федерации, федерации. Ну, в соединенных штатах федерация, I'm a swish Türk? Да? А как называют? В соединенных штатах федерации? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 потому что это глагол русский это какой чей отвечает они же передали 1922 році воронежской области а за втором году ильевская область где было в австрове ангрии опай так это не было ну и без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит зарабян первый секретарь армении первый секретарь обкомов камчатского белгородского и волынского воробьев из краснодара приедет завтра а вот с ним и зарабянам завтра совместный стрим это очень опасно хохлов и лёня пока тоже держи на прицеле они могут переметнуться и нас подставить аркафорский был был сделан украинским угодом и чиновник пытаясь а 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 и а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok